До конца года порядка 1700 потенциальных предпринимателей рискуют так и не открыть свой бизнес. Они должны были пройти курс основы предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес». Однако, как сообщают в Палате предпринимателей Туркестанской области, реализация проекта под угрозой срыва. Министерство сельского хозяйства, как координатор программы, сказало, что денег нет у них. Сказали нам, чтобы мы просили из областного бюджета. Мы, конечно, обращались в областной Акимат, обращались в управление экономикой, к соответствующему заму Акимова области, который курирует финансовые части. Они объяснили тем, что данные средства не были заложены с самого начала года. Таких средств в областном бюджете не оказалось. В связи с тем, что данный проект «Бастау Бизнес» в Туркестанской области имеем риск невыполнения. Стоит отметить, что сертификат, который вручают после обучения, является основным условием для получения субсидированного кредита под 6% годовых. Так, из обученных с начала года 1700 человек, 122 получили кредитование в фонде поддержки сельского хозяйства, сообщает в Палате предпринимателей. Они открыли пекарни, швейные цеха, кондитерские, салоны красоты, туристические таксопарки, школу робототехники. Большая часть реализованных проектов в сфере животноводства. Беспокойство по поводу срыва проекта выражают и слушатели «Бастау Бизнес». Я приехала сюда из района, потому что услышала, что «Бастау Бизнес» закроют. Хочу узнать причины. Я обучилась по проекту в прошлом году и в этом собираюсь получить кредит. Мне понадобится поддержка и сопровождение тренеров проекта. А если он закроется, на кого нам рассчитывать? Обучиться могут жители сёл, районных центров, безработные и самозанятые, которые хотят открыть своё дело или расширить действующий проект. По вопросу реализации проекта удалось получить комментарии у вице-министра труда и социальной защиты Светланы Жакуповой. По кредитованию необходимо отметить, из полутора тысяч человек оформили кредиты всего лишь на сегодняшний день 175 человек. И поэтому сейчас стоит вопрос, стоит ли обучать такое большое количество, если нет кредитования. По кредитованию сегодня уже работает национальная палата вместе с региональной палатой предпринимателей. Поэтому я думаю, что будет время и уже здесь в Акимате определяться, что приоритетнее. Выдавать кредиты уже обучившимся, либо же обучать заново новых, которые не смогут кредитоваться. Однако, по словам представителей региональной палаты, есть среди слушателей и те, кто открывает или расширяет бизнес на собственные средства. В прошлом году по программе в Туркестанской области обучились полторы тысячи человек. 419 из них получили кредитование. До конца 2018 года сертификаты об обучении в Туркестанской области должны были получить 3460 человек. Занятия для слушателей, которые были записаны на второе полугодие, должны были начаться в середине августа, говорят в региональной палате.